Я человек широко известный в узком кругу, в очень узком кругу ГКПЧ. Ну, еще два года назад у меня был постоянный проект на радио России. Назывался этот проект «Серебряные нити». Передача шла почти ежедневно, аж 14 лет. И в те годы достаточно много киевлян меня слушало, но все равно. Но если я пытаюсь говорить умные вещи, то я все равно широко известен в узком кругу. И да, я работал много лет психиатром, очень много лет заведовал реабилитационным отделением в наркологии, очень много лет вел радиопередачу, написал кучу книг. Но, в общем, я рассказываю об этом просто потому, что, наверное, все это заставило меня сильно изменить взгляд на те вещи, которые я изучал в институте. Действительно, я очень часто начинаю какие-то свои встречи, лекции, беседы с вопроса «А как вы думаете, Вы управляете своими мыслями? Или ваши мысли, эмоциональные реакции управляют вами?» Ситуативно это они управляют нами. Потому что, ну как бы, возникающая ситуация, несомненно, не зависит от меня, а значит и мысли или чувства, которые я испытываю по отношению к этой ситуации, вроде как, в первичном восприятии, от меня не зависят. Ну, там, я реагирую возмущением, я возмущен. Разве можно было не стукнуть свою жену кулаком, когда она говорила такие вещи? «Мне пришла в голову мысль, меня охватило чувство». А то, что мысли, телевидение или психиатры, например, управляют нами, это в сущности и есть синдром первого ранга при шизофрении. Ощущение того, что вы не сами управляете ходом своих мыслей, а это делает кто-то другой. Как бы, для меня здесь зарыто самый главный вопрос, потому что, не только для меня, потому что замечательный философ, наверное, один из самых интересных философов XX века, Мишель Фуко, называл эту историю, мне кажется, очень точно и универсально, отсутствием практик себя. Мы сами не знаем, как управлять собой. В нашей культуре нет ничего похожего на практики самопознания и самоуправления. И все это происходит, все это самопознание и самоуправление, и навык самоконтроля. У старшего поколения происходит за рюмочкой горилки, а у более молодого поколения за косячком с марихуаной. Я не стану заниматься более подробным перечислением способов размышления. Как ни странно, это тоже напрямую касается наших разговоров, потому что это искусственная подмена практик самопознания, саморегуляции, самоуспокоения, релаксации и так далее, и так далее, и тому подобное. И, конечно, это на самом деле, в любом случае разрешены они законным или не запрещены, химические вещества. Как вы думаете, можно всем химическим веществам, включая психиатрические препараты и препараты наркотические, придать какое-то общее свойство? Что они делают? А? Ну, сознание, в общем, по счастью, не так легко изменить. А вот состояние сознания, я согласен, они, конечно, изменяют. Что они делают еще? С помощью чего они изменяют состояние сознания? Все и лекарства, и наркотики. Точно. Я это называю системой подмены, но к алкоголю это не относится, к сожалению. Я хочу сказать, давайте что-нибудь более универсальное по этому придумаем. Это, я, источник мысли, я вижу у Бодрияра, система симулякров, система подмен. Смысл жизни обычного человека, согласно Жану Бодрияру, обменять себя на товары, которые предлагает внешний мир, и спокойно умереть. Чего мы и делаем благополучно, на самом деле. Вот. И одним из самых главных товаров, и самых важных, которые иногда незаметны, являются духовные товары. Мы продаем религию, продаем... Старшее поколение, мне сразу говорят, песня начинает крутиться, реликвия, помнит кто-нибудь? Вот. И принимаем таблетки, разменивая тем самым себя на них. Я имею в виду даже не принцип, а метод действия. Как действует, ну скажем, алкоголь? Что он делает? Это замечательное вещество. На самом деле, я даже боюсь тему поднимать уже. Ну, в общем, был такой, сталинское издание такое было, торжественное. Да. Как вот Сталинская улица, по которой я только что прошел. Как бы называлось итоги отечественной медицины в Великой Отечественной войне. Вот. Было много таких итогов, в том числе медицинских. И я там впервые нашел случай о том, как эксперимент ставили. Тогда же спирт капали в капельницах, потому что это было средство дегидратации, понижения внутричерепного давления при травмах. Капали 33-процентный спирт. И вот решили как-то однажды бойцам, одной группе бойцов поставили капельницы со спиртом, но одной группе бойцов сказали, что там спирт, а другой группе бойцов сказали, что это экспериментальное лекарство, американское, полученное по Ленд-Лизу. Ну и выяснилось, что те бойцы, которым поставили капельницы со спиртом, как бы и сказали это, они и дурачились, гуляли, радовались, к медсестрам приставали. В общем, вели себя как положено. А те, которые не знали этого, почувствовали только легкое тупение. Они говорили, что восприятие притупилось, что труднее что-то такое, о чем-то думать, что речь неотчетливая. Ну, в общем, все это сводилось, ну, скажем так, к некоторой остынии, что бы. Ну вот, это, конечно, описание потом. Потом это назвали плацебо-эффектом. На самом деле, алкоголь для старшего поколения это такой привычный экран, на который мы проецируем свои ожидания. Ну, наизусть не вспомним. Лучше не буду вспоминать. Помните, у маршака там есть для пьянства, есть такие поводы. Там разлуки, проводы. Ну, если по-медицински говорить, как старшее поколение использует алкоголь. Ну, как успокоительный препарат используют? Используют. Как афродизия, возбуждающая перед сексом, используют? Используют. Как психостимулятор, если я не выпью, я не смогу работать, используют? Используют. Как противоонкологическое средство при раке желудка используют? Используют. Как антидепрессант при потере близкого, при утрате используют? Используют. Как радиопротектор? Правда? В общем, есть такие при простуде. Я сказал, что я приезжаю простуженный, вот мой друг, друг, она немедленно, она встречала меня на вокзале с горилкой. А как иначе? Я хочу сказать, что разве такое возможно? Ну, если задуматься. С2H, 5OH, простенькая химическая формула. Онкология, язвы желудка, депрессии, успокоиться, возбудиться. Разве может один препарат все это делать? И нахрена тогда существует вся эта психофармакология? Понимаете, какая штука? Которая там годами за миллиарды долларов создает эти несчастные антидепрессанты. Единственное, что делает алкоголь, это очень важно, как и любые другие, любые, подчеркиваю, психотропные вещества. Он ограничивает восприятие. Когда мы выпиваем, нам труднее вспоминать про неприятные, как правило, обстоятельства реальности, которые и мешают нам во всем, начиная от работы и кончая сексом. он ограничивает поле восприятия и ровно то же самое делает любой другой психотропный препарат, включая сюда наркотики. там, кокаин какой-нибудь. Он ограничивает восприятие или расширяет? Ограничивает, потому что он концентрирует внимание на энергии, внутренней энергии психики. А все то, что требует отдыха и усталости, он убирает. И так абсолютно во всем. Я вот сегодня, в частности, думал, что это и есть самая страшная беда. Что такое вообще, в самом широком смысле этого слова, психическое заболевание? Ну, как вы себе это представляете? Лучше не психиатры, а вот нормальные люди. Ну, в общем, я бы сказал, что любая проблема, вообще любая человеческая проблема, это сбой в работе системы. Ну, как бы, но, увы, не получится, потому что, там, можно предположить, есть люди, которые предполагают, что когда-то Архангел Михаил волшебным пенделем выкинул наших предков Израиля, из тех пор, это важная деталь для сегодняшнего разговора, из тех пор у нас сбой в работе систем. Они нормально работали только там, в раю. Может быть, у тех, кто туда попадет, они тоже будут работать. Замечательно. У меня лично мало надежды. Но есть, есть. Я хочу сказать, так что такое психическое заболевание? Адекватное взаимодействие. Адекватное взаимодействие. Ну, понимаете, какая штука? И тут, и тут вот начинается вот эта теория адаптации, замечательная, которая говорит о том, что, в общем, Перлман шизофрения, к людям его пускать нельзя. Хотя, да, ну вот он шизофрений. И он доказал теорему Ферма, которую они могли доказать несколько сотен лет, тысячи гениальных математик. Будем мы его лечить от этого доказательства теоремы Ферма или нет? А представляете себе, господа, какое количество людей мы уже вылечили от этого доказательства теоремы Ферма? Если и господин Перлман, пусть он меня простит за этот пример, ему плевать, я его видел, поэтому плевать совсем. Спрятался от мира, сидит там с мамой и доказывает теорему Ферма. Но с другой-то стороны, это же, господа, единственный для него выход, потому что иначе, если он будет часто гулять по улице, его поймают, сначала полиция за странный вид, потом прямо из отделения отправят к психиатрам, и там его вылечат, и не будет никакого доказательства теоремы Ферма. для таких людей мы их называем там синдромом Каннера, аутистами, хотя до сих пор не знаем, что за расстройства под этим скрываются, и расстройствовали они. Но проблема в том, что для таких людей, правда, то, как они живут, прячась от общества, самый адаптивный тип существования, потому что, если где-нибудь, надеюсь, надеюсь, в Италии, во Франции, они найдут неких толерантных благотворителей, которые их поддержат, дадут им возможности развития, то у нас пока точно нет. Так это болезнь? Все пожали руками. А как? Ну тогда нам же надо как-то ориентироваться. Вы приходите, сейчас, секунду, вы приходите к психиатру, вам говорят, посмотрев на ребенка пять минут, вам говорят, ваш ребенок смертельно болен, и у него, то есть не смертельно, у него тяжелая психическая болезнь, его надо сейчас срочно положить в больницу, а потом давать ему таблетки всю жизнь. К этому добавляют, только вы не волнуйтесь. И вот тогда для вас станет ребром вопрос, что такое психическая болезнь, как мы ее себе представляем. А если при этом не комфортно другим? Например, социально опасен, секунду, он зарезал мать, считая, что он не мать зарезал, как это значит? Нет, подождите, я говорю, я говорю довольно странно, ну, понимаете, когда мне так возражают, а мне так возражают естественно, очень часто, то я говорю одну простую вещь. Это не мой вопрос. Если я вообще, если я врач, человек, психолог, я не могу пользоваться терминами социально опасен. Этого от меня могут хотеть, например, юристы, например, советские юристы. Но я этого никак не могу, потому что на самом деле это их дело определить, есть в его действиях состав преступления или нет, а не в моих. И более того, ровно та же самая ситуация, о которой вы говорите, может быть следствием психической болезни, а может быть следствием нетерпимого поведения матери. И сейчас вот у нас, знаете, идут активные споры и повсюду и в социальных сетях в Москве три девицы подросткового и молодого возраста забили молотком папу, утверждая, что он их насиловал там и так далее и тому подобное. При этом, правда, девицы свободно гуляли по Москве, они не были прикованы никакими наручниками. А папа, правда, был уголовником, ракетером, но содержал их и снабжал. Эти девицы психически больны? Или они вообще правы, что они забили молотком папу? Пока нет, простите, я Ищнова. Есть такой разговор. Александр Геннадьевич, как Вы считаете, Путин нормальный человек или больной? Мнения разделились. Как бы, для меня все просто, ясно и четко. Вот когда он ко мне обратится и скажет, Александр Геннадьевич, скажи мне, я нормальный или больной? Тогда я получу моральное право отвечать на этот вопрос. А когда Вы меня об этом спрашиваете, если я профессионал, я должен пожать плечами и сказать, я не знаком с лично с господином Путиным, поэтому я Вам ничего сказать не могу. Ничего нельзя сказать о человеке по его публичным заявлению в телевизоре. Это, мягко выражаясь, некорректно. Это превращает психиатрию из медицинской специальности в инструмент власти. И я всегда говорю, что один из родоначальников немецкой психиатрии, а значит и нашей, Эмиль Крепелин, он когда-то внятно требовал, писал в немецкий парламент, писал, как они назывались, канцлеру, о том, чтобы необходимо, чтобы один-два психиатра были членами парламента. Рядом в это же время был писатель-анархист замечательный Гильберт Кий Честертон, который написал роман «Меч и крест», в котором описывается приход антихриста к власти. Ну, антихрист же действовал, конечно, не магическими способами, а вполне социальными, и он пропихнул через парламент закон о создании психологической полиции. Эта психологическая полиция имела право определять, кто нормален, а кто нет. И все, через некоторое время антихрист стал естественно рейхсканцлером, и все стало хорошо. Почему? Ну, теми же способами, которыми, в общем, часто довольно психиатрия и приходила к власти. «Объяви пару детишек членов парламента ненормальными, и они в твоем полном распоряжении сами члены парламента. Поскольку от ярлыка ненормальные, отмыться нельзя, я это все понимаю. Доказать-то, что ты нормальный невозможно, почему невозможно? Нет критериев нормы. А? Нет критериев нормы. Вот, совершенно точно. Вы правы абсолютно. А критериев нормы-то нет? Нет критериев нормы. Или вот, например, кстати, понятно, почему нет критериев нормы. И это спорный вопрос, потому что по этому поводу время от времени проводятся конгрессы, на них предлагаются, между прочим, иногда очень разумные взгляды. Я бы сказал, что вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что критерий нормы опять будет зависеть от модели вашего собственного сознания. Я размышляю о той нравственной ситуации, в которой мы с вами оказались, по разную сторону. Я в Москве, вы в Киеве. я вспоминал уже сегодня, мы когда-то очень высоко ценили мое поколение, такого старца Силуана. Это был афонский старец, эсихаст, который написал несколько потрясающих духовных книг православных. И я сейчас все время вспоминаю. Он очень четко и просто разграничивал христианина от нехристианина. Причем, он же был старец, поэтому ругался, гнал из кельи поганой метлой. Он говорил, христианин, ты обязан возлюбить своего врага. Ты не понимаешь, что это такое? Пошел вон! И это так, потому что это же слова для верующего человека, не Бога, ой, не человека, а Бога. Эти слова нельзя отменить и нельзя как-то по-своему интерпретировать. Не понимаешь, что такое любить врага своего? Вон пошел! Я там один раз в его келье побывал, он потом умер вскоре. Ну, как бы так это звучало. Понимаем мы это? Ну, и пошли вон. Не надо себя христианами именовать. Это у меня внутри навсегда осталось. Что он делал этим самым? Что делает эта заповедь возлюби врага своего? Это христианский менталитет это менталитет рабов. Ну, я боюсь, что если я начну доказывать обратное, мы приседим до вечера и ничего не докажем друг другу, потому что это вопрос веры. Но он что делал? Что делает эта заповедь? Давайте вдумаем. А? Не слышал. К толерантности. Ну, хорошо, это называется так. Но я пытаюсь вам сказать следующее. Она стирает разницу между людьми. она нас объединяет. Потому что кто такой враг главным образом? Правильно, спасибо большое. Это человек, который думает не так, как я. А толерантность это что такое? Это возможность допустить, что другой человек имеет право думать не так, как я. И это хорошо, прекрасно, что он думает не так, как я, потому что это создает индивидуальность и движение, потому что мы вступаем в спокойный идеалу. Между прочим, вот о языке. Я сейчас в кафе сидел, меня угощали, и в кафе там было написано что-то на туалете. И там было написано «Любый гости». Правильно, да, я читаю? То есть любимые гости, а у нас пишут уважаемые гости, дорогие гости, а у вас любимые, все гости, правда, враги, друзья, любые гости могут зайти в туалет и быть любимыми. так же на украинском языке, по-русски по-другому немножко, а у вас прямо сразу любимые. И это здорово на самом деле, если мы будем задумываться о том, как и о чем мы говорим. Что делает эта заповедь? Она дает возможность научиться прощать и вообще разглядывать врага, потому что при ближайшем рассмотрении, если мы обратим друг на друга внимание и задумываемся о словах друг друга, то вдруг выяснится, что врагов у нас гораздо меньше, чем мы думали сначала. Что врагов нам внушают, чтобы оправдать собственные ошибки? Как правило, внушает власть, ну, старшее поколение же помнит непрерывную борьбу пролетариата, закончившуюся посадками практически третье населения страны в лагеря. Ну, ладно, я ведь на самом деле только про одну простую вещь. О чем мы сейчас говорим, если уж мы затрагиваем хотя бы христианство? Я на самом деле примитивный, до недели, не сердительственный. Я хочу сказать, что на самом деле человек представляет собой некий бесконечный континуум. Ну, возможно, это континуум и конечен, это какой-то континуум свойств и реакций. Да? Что представляет из себя болезнь, понимаемая на эмпирическом уровне? Очень сложно с симптомами и психическими болезнями. Сейчас объясню почему. На самом деле это такая модель такого Леопольда Зонди, которого очень полезно почитать психиатрам ПВП. он объединяет психиатрические проблемы и глубины психологические. Ну, ладно. Я хочу сказать, что болезнь точно так же, как и алкоголь. Это ограничение. То есть у человека вдруг вылезает несколько каких-то поведенческих реакций и он пользуется только ими. Есть главный инструмент психиатрической псевдодиагностики. Я не знаю, понимаете ли это? На самом деле психиатр это великий человек, потому что единственным методом диагностики является его субъективное мнение. Это правда, увы. Инструментом диагностики является так называемый психический статус. Я посижу, посижу. Я буду тихий. Вот. Психический статус это до смешного просто. это вы должны описать художественно, без использования терминов, портрет человека, который сидит напротив вас. И сделать это объективно, то есть описывать не болезнь, а те мысли, которые приходят вам в голову. все. Все. Это главный и единственный инструмент диагностики в психиатрии. Подчеркиваю единственный. Сейчас мы дойдем до этого. Подчеркиваю единственный, ну поверьте, просто тупо человеку, который все-таки проработал в психиатрии государственной официальной 35 лет. Ну что ж я там нового-то придумаю, понимаете, какая штука. Сейчас объясню. Из этого описания должен вытекать диагноз. Ну вот ординаторы, я, мои коллеги много лет назад, мы все очень часто пытались как бы написать, выполнить задачу, написать объективный статус. Но это невозможно, потому что вот если я в Насте влюблен, я могу написать, описывая ее психический статус, целую божественную комедию. Данте же видел свою Беатричу два раза по пять минут, как психиатр. В общей сложности 10 минут она у него была на приеме. А он это новая жизнь, божественная комедия, понимаете. А могу написать как от меня и требуется, два-три абзаца, чтобы проверяющие долго не считали. Но в этом есть некая такая в кавычках правда, но объективная штука. Она заключается в том, что чем человек проще, тем мне его психический статус написать проще. Ну например, я шучу конечно отчасти, вот возбудимый психопат. Я говорю здравствуйте, он встает и пытается дать мне в морду. Я говорю, как вы себя чувствуете? Он встает и пытается дать мне в морду. Я говорю, успокойтесь, пожалуйста, он встает и пытается дать мне в морду. Весь психический статус займет две строчки. При задавании любого вопроса встает и пытается дать в морду. Если это правда, те вот самые случаи, которые являются ядерной структурой понятия шизофрения, то это тоже на самом деле просто. Да, сидит в одной позе, там, не знаю, глаза горят, мне нужно какое-то несколько кадров внешнего описания, рассказывает о том, что на соседней крыше окопались пришельцы с планеты Сириус, и они с помощью зеленых лучей и радиоволн вкладывают в голову пациента свои мысли и пытаются управлять его руками и ногами. Ну, чуть посложнее, но тоже просто. Я хочу сказать, что психическая болезнь, и, наверное, поэтому пьянство и наркотики тоже называют психическими болезнями, это всегда ограничение человеческих свойств, концентрация внимания на каком-то небольшом числе реакций поведенческих или переживаниях. Знаете, для чего я это рассказываю? Я это рассказываю не для того, чтобы сделать из вас психопатологов. Хотя, если, не дай бог, вы окажетесь в ситуации, когда вас начнут обвинять в том, что вы душевно больной, вы хоть будете понимать, о чем речь идет. Вас будут обвинять в том, что вы упростились, и что больше у вас нет внутреннего богатства, а вы реагируете как-то стереотипненько. Какая тогда задача терапии? Лечение. Во! Все! И вот тут можно отличить, что такое психиатрия и что такое непсихиатрия. Потому что вы задаете мне один вопрос в сущности, если исходить из этой точки зрения. А как же я имею право принудительно ограничить реакции другого человека? В определенных ситуациях, если юристы мне это разрешают, да. По постановлению суда. Но проблема в том, что мы начали с того, что любое наркотическое вещество, как и любой психотропный препарат, что делают? Они ограничивают когнитивную сферу, зону восприятия любого пациента. Можно сказать даже еще конкретнее. Я всегда говорю, что... Ну, я не знаю, бывали ли вы, но, в общем, если вы как-нибудь сходите в какую-нибудь психиатрическую больницу, у вас есть знаменитые психиатрические больницы, как везде. И найдете мне там вылечившегося пациента, или пациента, который выглядит как нормальный человек, хорошо выглядит. То это будет просто несказанная победа. Я первую когда-то свою статью, она есть, в общем, где-то в интернете, если захотите, назвал это самое «А почему из психбольницы нельзя выйти здоровым?» Да вот поэтому. Потому что у вас и так-то всего было, как больной зуб, вот, три реакции. Чуть-чуть в морду. А если тебе их взять и срезать психотропным препаратом? Это лечение методом ослабоумливания. Я хочу, чтобы вы поняли, главное, это в пределах лежит не какой-то там сложнейшей психопатологии, потому что психопатология – это описание ограничений. Я хочу, чтобы вы поняли, что всякий раз, когда ваш ребенок лечится, и вы пытаетесь его лечить психотропными препаратами, вы лечите его с помощью слабоумия. Вы готовы на это пойти? Не вопрос. Это ваш ребенок и ваше право, что с ним делать? Как бы... Почему? Ну, во-первых, вы имеете дело с... по-прежнему и будете иметь дело, и я тоже, достаточно долго с тоталитарной системой психиатрии. Тоталитарная, на самом деле, заключается только в одном, всегда. Мы стрижем всех под одну гребенку. Мы все разделяем одну единую идеологию города Глупова и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому и болезнь у нас сегодня есть только одна. И придумал это один из главных организаторов политической психиатрии, тот самый, который объявлял шизофрениками диссидентов в институте Сербского. Ну, всего их было трое, но это вам неинтересно. Такой академик Снежневский, который написал брошюрку в 42 страницы, примерно, тоже сейчас наизусть, ну, в этих пределах, где объяснил коллегам, что, по сути, не бывает разных психозов, а есть одно единое заболевание под названием шизофрения, которое имеет сотни разных форм, конечно, но, тем не менее, заболевание – это одно, поэтому лечить его надо совершенно одинаково. Я всегда говорю, смотрите, как странно получилось. Ну, вот это рассуждение, оно же логически верное, правда? Нет у вас возражений, что надо расширять. Нет? Смотрите, что сделал Снежневский. Он взял и свел все, всю гамму психических болезней и состояния человека к одному – упростил. Это знаете, что означает? Что сама психиатрия, начиная с середины 80-х годов, стала психически больна. Эту вот схему мы же логически непротиворечивую нарисовали, правда? Психическая болезнь – есть ограничение. Есть ли люди… Смотрите, сейчас, сейчас. Я же туповат, я могу сам потерять мысль. Она у меня уйдет и будет там где-то в шизофрении путешествовать. Я хочу сказать следующее. Если болезнь одна, надо поставить перед собой какие-то специальные очки, чтобы видеть одну болезнь во всех. И это очень просто, потому что больше задумываться не надо. Не мог ли к этой картине привести ревматизм? Не мог ли к этой картине привести заболевания щитовидной железы? В общем, целая куча всяких разных вещей. Меня учили. Я там могу называть школу. На самом деле это была школа профессора Портнова, которую закрыли. Которую закрыл академик Снежневский. И открыл свою, как тоталитарную. Сначала главным психиатром страны был один, потом стал другой. А вместе с ним к власти в психиатрии в стране пришла группа института сербского, которая ставила те самые политические диагнозы. Тем самым диссидентам. Я хочу сказать очень простую вещь. Одну болезнь видеть во всех людях и больных очень удобно. Но любое упрощение сводит людей с ума. Жак Лакан, наверное, кто-то знает из вас. Это один из основателей французского психоанализа. Шизик, один из умнейших людей 20 века. Он был очень странным человеком. Я поэтому его обожаю. Я закончу потом лекцию еще одними его словами. Но я хочу сказать, что первая его работа крупная, это была работа о Бреде. Это его докторская диссертация. И там он, ну в общем, как бы чуть мягче, но он писал, собственно, следующее. Любой окончательный научный вывод, научный, является аналогией Бреда. Почему? Кто скажет? Упрощение, совершенно точно. А кроме того, здесь же много православных, наверное. Нет? Я хочу сказать, что это общеизвестная для христиан, и не только точка зрения, и для буддистов, и для евреев. Абсолютная истина есть только у Бога. Человек может обладать только относительно. Это одна из главных, сейчас скажу, наших психических болезней, и самое главное, чему человек должен научиться в жизни. И тогда все будет хорошо. Правда. Если вы поймете, каждый раз будете себе напоминать, что когда вы делаете окончательный вывод про другого человека, вот окончательный, вы ошибаетесь. Ну, может быть, не во всем. Если вы вобьете себе в голову, что вы не бываете окончательно правы, вам будет счастье. Ну, есть такая даже поговорка, я не помню, чья только, что, типа, выбирай, или ты хочешь быть правым, или счастливым. Одно из двух. И это абсолютно точно, на мой взгляд. И это разговор о том, что такое просто, и что такое сложно. Правда? Потому что вот в этом окончательном и есть простота. И, конечно, все боги, все боги нас об этом предупреждали. Я сейчас какую христианскую истину произнес? Вот сейчас только что. Которую все знают. Спасибо вам большое. Конечно. Конечно. Чем занимаются психиатры с помощью такого метода диагностики с судом? Мне очень жаль. Но я, к сожалению, должен вам сказать, что данными диагностики сегодня... Нет, опять. Видите, я же тоже грешу абсолютными истинами. Это же как бы высказывание, сама суть высказывания. Поэтому есть другие люди? Есть. Но эти другие люди в психиатрии дрожат, всего боятся и говорят, вот я лучше выйду из больницы, вы приходите ко мне, и мы поговорим. На остановке тут. На самом деле... Нет, нет. Конечно, психиатрия сегодня это медицинская дисциплина, хотя для меня до юра это совершенно не так. Но все это флер, блеф. Психиатр сегодня не пользуется данными обследования. Почему? Они ему не нужны. Я вам сейчас объясню, почему. Это очень важно, опять же, чтобы научились понимать родителей. У нас огромное количество людей рождается в гипоксии с кислородным голоданием. У нас мамы сейчас поражают позже, чем это положено природой. Многие вообще не хотят. Это отдельная тема для разговора. Ни чечас. У нас отвратительная экология. В Киеве ничего, в Москве вообще кошмар. У нас неизвестно, где тут повсюду радиоактивные могильники и так далее и тому подобное. Все это универсально приводит к гипоксии плода. Очень долго и сложно рассказывать к кислородному голоданию в родах. Я считаю эту проблему центральной проблемой детских психических так называемых в кавычках заболеваний. Вы сами выберите, о чем мне поговорить поподробнее, о чем помолчать. Хорошо? Так вот, ну, например, и это сейчас необязательная причина, повышенное внутричерепное давление, внутричерепная гипертензия. Очень частая вещь у ребенка. Сегодня, кстати, все это сплошь называют гидроцефалией и пугают мам. Я хочу сказать, что это вещь, которую нужно лечить ребенку до взрослого состояния, но лечится она очень просто и понятно, и никакие психотропные препараты там не нужны и подал. Психиатр, получив МРТ, где будет отмечена внутричерепная гипертензия, расширение желудочка, ни в коем случае не будет ее это лечить. Это не его дело, понимаете, это дело невролога. А он вам может быть не скажет, я вам скажу. А он скажет следующее, он скажет, что внутричерепная гипертензия спровоцировала начало шизофрения. То есть он к этим симптомам добавит ложную сущность, как бы принципиально противоречия знаменитой Акамовской бритве. Потому что только эту ложную сущность он может лечить, он не имеет права даже юридического заниматься самой внутричерепной гипертензией или какой-то другой проблемой. Это умам они не понимают таких тонкостей, что доктор к неврологической проблеме что-то добавил. это такая тонкость, которую мамы прямо не понимают никак. Психиатр не имеет права лечить никаких результатов, никаких анализов и никаких МРТ. Ему нужно сказать, что все это вызвало шизофрению. Ну в крайнем случае атипичный биполярный психоз одно и то же. А мамы думают, что он лечит то самое, что обнаружил в данных обследованиях. Ничего подобного. Этим должны заниматься по-прежнему неврологи, эндокринологи, терапевты и так далее и тому подобное. Педиатры. Мы этого не понимаем, но это так происходит. и более того, люди в белых халатах позволяют себе говорить ну совсем для меня просто недопустимые вещи. Они говорят ну криво косясь на ребенка ну здесь все равно будет шизофрения. Я же знаю а вы себе представляете что такое диагноз в будущем времени? Дмами которые и так тревожны. На самом деле это был не диагноз а суд. Приговор. поэтому хотите верьте хотите проверьте данные анализов энцефалограмм обследований никому не нужны. В лучшем случае вам буркнут сквозь зубы что-то типа того но это спровоцировало просто это не имеет значения это фигня. в чем дело? Дело в том что в той школе которая была до Снежневского в которой я учился почему я собственно вот и стал врагом таким предателем треклятым религиозной веры вот нам четко совершенно объясняли не умножайте диагнозов если вы нашли органическую причину лечите ее это не шизофрения одного диагноза достаточно ребенку нас совершенно четко учили что к эндогенным то есть шизофреническим психозам может относиться только состояние которое необъяснимо психологически я не говорю что странных психозов не бывает я не говорю что нейролептики надо взять и отменить совсем но вы себе представляете насколько сейчас другая психология чем она была в 85 году и насколько больше всяких разных человеческих проблем мы можем объяснить психологически все очень просто если мы будем пользоваться моими теми партновскими критериями психопатологии то мы освободим койки которые занимают люди в психиатрических больницах примерно на 90% нет 10% осталось и вы будете в 10% случаях может меньше но право все подожди подождите очень просто тогда такие больные снова да на самом деле все уже сказано по той простой причине что часть таких больных должна идти на неврологическое лечение часть должна пробовать чисто психологические методы я имею ввиду знаете ну как бы вообще с детьми помните что очень трудно и что вообще в той школе в которой я жил когда-то все было очень просто и вообще до 7 лет пока человек не вступал в первый кризис и не выходил в некоторые общественные отношения в классе ни о каких психических заболеваниях никто не имел права говорить поэтому была такая специальность психоневролога можно было говорить в принципе только о неврологии вот когда человек уже накапливал какую-то речь и какую-то способность выразить свои собственные эмоции вот тогда мы могли ставить какие-то психические заболевания и запомните пожалуйста что с точки зрения моей той психиатрии поиск психических заболеваний любых от аутизма до зпр у ребенка до 7 лет бред чистой воды попытка заполнить психиатрические койки создать несуществующую проблему так меня учили извините я не собираюсь менять на старости лет свою точку зрения более того вне всякого сомнения когда дело касается детей тем более с задержкой психического мы должны стараться максимально расширить возможности их психики а уж никак не ограничивать если эта логика верна поэтому я например глубоко убежден что мама или папа вообще не имеют никакого права что бы им не говорил доктор они не имеют перед собой никакого права думать о том что их ребенок пожизненный психический инвалид потому что в их прямые обязанности входит сделать так чтобы этого не было и помните что если вам в 2-3 года кто-то говорит такую чушь то он бандит пусть и в белом халате а вы все равно не имеете права так думать потому что вам нужно вырастить и отправить работать создавать свою семью у вас такая задача и нет у вас задачи чтобы он жил пожизненно при вас инвалидом поэтому не верьте пожалуйста добрым докторам я прямо все что касается детской психиатрии ранее могу сказать совершенно категорически могут ли когда-то использоваться препараты антипсихотики ну конечно бывает огромное количество ситуаций безвыходных но они бывают очень недолго и поэтому по моему глубокому убеждению эти препараты вообще не могут быть предназначены для длительного применения это препараты как раньше бы сказали скоропомощные неделя две недели и дальше работа вот эта по расширению состояния сознания и никак не иначе потому что иначе мы лечим слабоумием и все я боюсь вас перегрузить тема очень специфическая поэтому с удовольствием выслушаю любые вопросы и возражения которые они в в в в в Продолжение следует...